Поднимите руку, у кого из вас сейчас депрессия. Вам не хватает энергии людей, вам не хватает энергии природы. Еще. Вам не хватает энергии Бога, непреодолимое препятствие. Еще. Чего не поднимать? У вас депрессия, девушка, в белом. Вопрос задали мне. Не хватает энергии природы. Не хватает энергии людей. Нет контакта с людьми. Достаточно доброго контакта у мужчин, да, у вас, да, чтобы преодолеть ее. А я, а мне? А у вас нет депрессии, моя хорошая. Да, какая у вас депрессия? Просто обиделись и все. Какая депрессия? Мужчина, да, не хватает энергии природы. Косит по здоровью. Тоже есть депрессия, да. Не хватает энергии людей, Бога тоже. Мы преодолимое препятствие плюс замкнутость. И так у каждого человека есть, что-то не хватает, если депрессия. То есть надо в целом не сильно как бы поднимать руку, а просто идти побегать на свежем воздухе, пойти добрые дела сделать, пойти в храм, все попробовать и посмотреть, где легче становится. И все, и потом дальше в этом направлении двигаться. То есть нужно знание и знание, где пополнить энергию. И нужно именно эта направленность жизни. Потому что само чувство собственного достоинства, которое находится в депрессии, что человеку говорит? Само чувство собственного достоинства. «Да ничего тебе не надо, иди спать, ложись, стой возле окна». Понимаете? Само чувство собственного достоинства обманывает в это время человека. Оно не говорит человеку правду. Человеку кажется, что ему надо просто вот отвисать. Или наклюкаться, как что мужику говорит. Женщина, стой возле окна. Депрессия одинаковая. Просто есть люди инициативные по природе, а есть безинициативные. Вот женщина, допустим, она в депресснях вошла, и она как бы, почему она не идет выпивать? Ну, потому что она безинициативная. То есть она будет сидеть просто и смотреть в окно. Меня никто не любит, никто не уважает. Поеду на болото, наемся же, понятно. Вот. А мужчина, он как бы инициативный. «Да пойду наклюкаешь, че?» И он идет клюкаться. То есть наклюкался, потом пополз где-нибудь там под фонарем. Вот. Счастливый. Чему счастливый? Потому что он просто обманул себя. Он выпил жидкость, которая его, ну, его разум обманула просто. И на эту жизнь жидкость показывает, что все хорошо, а на самом деле ничего хорошего. Итак, человек должен принять ситуацию. Я в депрессии. Надо что-то делать, а не стоять возле окна. И что делать конкретно? Наполняться энергией Бога. Есть три источника этой энергии. Первое – природа. Второе – добрые люди. Доброта человеческая. Друзья. Соратники. И есть храм. Может, они все смешаны. Допустим, ты идешь в паломничество, там вокруг святое место, это храм, там ты вместе с добрыми людьми идешь. И где идешь? По природе. По красивым местам каким-то. И получаешь все сразу, все источники энергии. Чувство собственного достоинства может уйти вперед. Это называется суета. Ну, то есть, человек, он не принимает судьбу, а он думает, что счастье будет в будущем. Вот, например, он ипотеку взял, вот выплачу ипотеку, будет счастье. Понимаете? Если так мыслить, то можно вообще его никогда не дождаться. Вот, допустим, вот закончу школу, тогда будем счастливыми. А тогда, сейчас надо просто впахаться и закончить школу. Ну, хорошо, впахался, закончил школу. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. А сейчас надо впахаться, поступить в институт. Ну, поступил. Вот закончу институт, тогда буду счастливым. А сейчас надо впахаться, закончить институт. Ну, закончил. Вот поступлю на хорошую работу, тогда буду счастливым. Ну, хорошо, поступил. Вот стану хорошую должность, буду иметь достаточно, тогда буду счастливым. Ну, мы самый лучший вариант же рассматриваем, да? Получил хороший должность. Вот возьму ипотеку, тогда буду счастливым. Дальше можно не продолжать, потому что уже не скоро потом он будет счастлив. Потому что после ипотеки уже через 15 лет только закончится жизнь будущим. Итак, что значит жизнь в будущем? Это значит, что человек не чувствует счастья сейчас. Он верит, что счастье будет тогда, когда он получит то, что хочет. Вот девушка, допустим, не замужем, она думает, я буду счастливой, когда выйду замуж. А кто тебя несчастную-то возьмет? Ну, то есть человек, другими словами, он находится в будущем, он не принимает судьбу. В настоящем жизни нет такого человека. Понимаете? Это называется суета. Что такое суета? Это не то, что человек быстро ходит и быстро бегает. Он может медленно ходить и бегать. Суета называется состояние, в котором человек не видит счастья в настоящем времени, потому что он верит только в будущее. Мы с вами говорим не о том, что надо спешить или не надо спешить. Мы с вами говорим о успешных людях и неуспешных. Мы с вами говорим о мягких и пушистых собачках и скользких и вонючих. Вот, допустим, вы идете на рынок и стоит породистая, классная, такая, ну, со всеми наградами собачка, с наградами, породистая такая. Да, ну, ну, будете покупать, нет? Нет. Теперь без наград. Вот без наград обычно как бы пёс такой, ну, очень оптимистичный. И он такой вас увидел, радостный такой, хвостом вас увидел, так вбеляет такой. Будете покупать? Будем. Не породистый же. По барабану. Удача не означает, что у тебя много дипломов. Удача означает, мягкий ты, пушистый или скользкий, вонючий. Эта удача зависит от твоего положения, чувства собственного достоинства. Если твое чувство собственного достоинства на месте, значит, ты, ну, как это выглядит? Ты чувствуешь себя как бы, ну, как бы ты справился со всем, у тебя все нормально. Как это примерно вот чувствуется, как бы, человеком? Ну, как бы он просто, как бы, старается жить, чтобы все было хорошо. Он не поддается судьбе, трудится над своей жизнью, терпит, принимает, побеждает. И этот человек всем нравится. Это значит, через людей же жизнь действует. Это значит, что он будет удачливым в жизни. На работе все будет складываться, близкий человек вернется, потому что я, как бы, я все принимаю в жизни. То есть человек сильно должен заботиться о чем в первую очередь? Вот девушка меня спросила, что в первую очередь? На работе упахаться или заниматься здоровьем? Конечно, заниматься здоровьем, потому что если у тебя чувство собственного достоинства не встанет на место, ты хоть упашись на работе, тебя все равно там никто любить не будет, потому что у тебя нет возможности быть любимым, потому что ты не находишься в нормальном состоянии сознания. Твоя психика не настроена на отношения. Она или унижена, или подавлена, или в суете находится. Суета означает, что что такое? Вот я, допустим, вышел на остановку и притягиваю взглядом трамвай. Мог бы принять судьбу. Что значит? Ну, представьте, ну я на остановке, блин, ну что, я притягиваю трамвай. Начал желать всем счастья на остановке. Ну, то есть, радуйся жизни на остановке. Или, допустим, в метро едутся и ждут, когда приедут. А можно метро радоваться? И когда человек хотя бы один метро радуется, все восстановят, тоже начинают улыбаться как-то, тоже принимают судьбу. Едут там что-то в себе. Вот. Понимаете? Ну, то есть, всем это хорошо от этого, что ты принял судьбу. Но кто-то должен быть первым, кто-то должен сказать, ну я бы по судьбе попал в метро. И что мне здесь умереть теперь? Ждать, когда я приеду? Может, я вообще никогда не приеду? Надо радоваться в метро. Вот я в поездах живу постоянно. Самолет разок сажусь, одеваю эти тапочки. Женщина говорит, нам час всего лететь, чего вы перебываетесь? Я говорю, вы домой приходите, перебываетесь? Нет? Она говорит, перебываю. Я говорю, а я, говорю, здесь живу, в этом самолете. Очень важно все эти вещи понимать. Итак, следующий вариант. Судьба, наоборот, действует супер просто. Вот все классно, все просто фонтан в жизни. И человек вообще, ну допустим, это больше года длится. Человек вообще забывает такая природа у человека, что было что-то плохое. И он такой, как бы, ну такой он становится, ну крутой вообще. Это значит, чувство собственного достоинства ушло выше. И понимаете, самое удивительное, что именно в эти состояния человека и косят чаще всего. Он не замечает, как жена начала изменять там. Или что-то происходит на его глазах, что-то плохое. Потому что он ослеплен. Вот, допустим, человек на войне сражается, допустим, он победил в чем-то врага, да? И ура! И в это время его пххх и пристрелили. Почему? Потому что он сильно обрадовался, понимаете? Чувство собственного достоинства ушло вверх, человек слепнет, он ничего не соображает. И в это время судьба как раз его и хватает за жабры. Дальше, чувство собственного достоинства может уйти в правую сторону или в левую сторону. Право-влево, что это значит? Есть левая сторона, это женская сторона. Есть правая, это мужская. Правая сторона означает храбрость, смелость, жесткость, решимость, фанатизм. Левая сторона означает печаль, тоска, слезы, сопли, эмоциональность, чувствительность, безвольность. Ну, то есть, когда у женщины в левую сторону, как бы, ну, женщина-женщина, у нее в левую сторону уходит чувство собственного достоинства, она посидела, поплакала. Иногда надо, да? Ну, иногда даже приятно посидеть. Ну, женщине. Вот теперь, представьте, мужчина сел такой. Все, капец просто. Не дай бог, жена увидит его в таком состоянии. Она всю жизнь запомнит вообще. Ну, что у меня за идиот такой вообще, как бы, достался. Итак, мужчине неблагоприятно, да? Женщине более-менее нормально. Ну, тоже не очень хорошо, что ушло влево сильно чувство, собственно. Она на соплях живет, там, на эмоциях все время. Вот. Тоже не очень хорошо. В это время, естественно, она, как бы, не самый лучший вариант для всех. Ну, такую, как бы, никто замуж брать не будет. Вот. У мужчины иногда... Справа ушло чувство, собственно, достоинства. Понесло его немножко. Ну, бывает. Мужчина нормально. Женщина, если такая, эээ, умыла, там, стойку приняла, женщина. Странно очень. Непонятный человек. Ненормальная ситуация для женщин. Нехорошо. Не дай бог, что кто-то увидит. Замуж никто брать не будет. Нафиг такая нужна вообще. Вот. Это мы с ней боксировать будем вместе тогда всю жизнь. Вот. Ну, то есть, видите, есть разные состояния. И они все неблагоприятны. Всегда человек должен возвращать себя назад. Загордился собой там, будь смиреннее. Унижен? Ну, тогда прими судьбу, постарайся воспрять духом. Вдохновись. Если в депрессняк ушел, тогда наберись силы, верни себя назад. Если в суету попал, значит, тогда возвращайся в настоящее время. Перестань жить в будущем. Перестань думать, что когда ипотеку отдашь, тогда будешь счастливым. Это 15 лет жизни пройдет. Надо сейчас прям быть счастливым вместе с ипотекой. А если с ипотекой вместе не можешь быть счастливым, тогда лучше ее, может, вообще не брать. И быть как бы свободным человеком вообще. Ну, в маленькой квартире. Есть два варианта. Или свободным в маленькой квартире, или в большой, но не свободным. Ну, тогда тоже счастливым. Ты же сам выбрал это, принял это решение. Ну, то есть, человек должен по-любому принять то, проглотить то, что он как бы съел. Понимаете? Переварить надо еще. То есть, съел, можно много съесть, и не переварить потом. Ну, то есть, если много съел, ипотеку целую съел, ну, переваривать тогда. А лучше вообще ее не есть. Даже долго переваривать, 15 лет. Каждый день надо радоваться, что я с ипотекой. Понимаете? Ведь человек, когда квартиру берет, он, квартира становится для него своим. Он этому же не радует. Это само собой. Квартира у меня само собой. А ипотека же само собой никогда не станет. Это каждый день надо ее принимать. Ты встаешь рано утром и говоришь, ну, у меня ипотека. И радуешься. Это каждое утро надо делать. Иначе у тебя ты станешь несчастным человеком. От тебя все отвернутся. Жена уйдет. С работы выгонят. Здоровья не будет. Понимаете, о чем я говорю? Если ты не принимаешь то, что у тебя есть, значит, ты не будешь уже нормально жить. Все на обиженных воду возят. То есть все, ты все. Ты сломленный человек. Твоя жизнь потеряна. Или ты принимаешь все, что у тебя в жизни есть, или ты будешь погублен судьбой. Некоторые говорят, а как это принять? У меня столько долгов. Ничего страшного. Помолись Богу. Всегда судьба означает объем работы. Просто надо понять, какой. Вот, допустим, ты говоришь, да у меня полиартрит, как это вылечить? Можно, просто не хватает энергии природы. Начни бегать, все вылечится. Постепенно. Не могу бегать. Ходи. Не можешь ходить? Ползай. Сколько ползать? Долго. Чего вы смеетесь? То есть есть люди, допустим, рассеянный склероз, они ходить не могут. Они берут вот эти вот, есть такие, знаете, для рук. И вот понеслась. Вот она два часа. И у ней пошло все восстанавливаться. Вот и все. Это правильный подход к жизни, понимаете? Потому что движение дает человеку на природе, дает человеку сил вылечить болезнь. Это правильный подход к жизни. То же самое. Я не знаю, как о ком-то заботиться. Ну иди, сходи, птичек накорми. Если о людях не можешь заботиться, о птичках позаботься. Они всегда ждут, когда ты о них будешь заботиться. Сделай скворечник там, подай крошечки, много не надо. Или просто улыбайся людям при встрече. Или на своей площадке уберись. А что я должна? Никто не убирается. Ну ты же хочешь быть счастливым. Вот и будь. Начни ты убираться. Никто не убирается. Вот. Ничего страшного. Или прощай своего мужа, свою жену. А он не прощает. Ничего страшного. Начни ты. Ты же хочешь быть счастливым. Вот и стань им. Если ты хочешь, значит, делай добрые дела. И от людей будет приходить благодарность всегда. Благодарность. То есть человек должен сам начать менять свою жизнь. Не надо ждать условий на это никаких. Которые очень редко встречаются. Этот вид сил называется вдохновение. Вот вы послушали песню. В этой песне есть определенная энергия. Человек не может спеть красиво, если он сам не такой. Понимаете? То есть если человек передает эту энергию, и ты ее получаешь, то у тебя также есть возможность и желание уже взять и кому-то помочь. Ну то есть человек должен всегда контактировать с людьми. Вот общение с добрыми людьми означает вот это вот наполнение. То есть человек наполнился через лекции или он сам что-то пошел кому-то, что-то сделал. Это может быть как обычная деятельность, так и необычная. Все зависит от человека. Вот допустим здесь есть клуб благость. Вот у нас как бы ребята с клуба благость, они даже эти лекции организуют. Клуб благость дает возможность людям выучиться, научиться, как наполняться людьми, природой, Богом. Ну то есть как вот стать социальным человеком. Потому что есть большинство людей, как живут. Работа, дом, телевизор. Работа, дом, телевизор. Ну то есть они наполняются где-то? Нет. На работе человек теряет силы. Когда приходит домой, жена забирает силы, дети забирают силы. Телевизор дает силы? Нет. Он просто тебя отвлекает. И все. Ну то есть люди в основном живут как? Они просто истощаются постоянно. И большинство людей не знает, что это мы вдруг рассажлись. Весна какая выдалась, какие дни настали. Нас тоже ты обиделась, зачем же мы расстались. Понимаете? Ну потому что ты весной эту не видел. Ты не наполнился этой весной. У тебя есть работа и телевизор. Работа, телевизор, работа, телевизор. Там дети не дают силы человеку. Они забирают силы. Жена не дает, муж не дает силы. Все это собирает. Работа не дает силы. Все собирают. Дает силы. Когда ты друзей в дом пригласил, это дает силы. Твое чувство собственно достоинства станет лучше. Если ты пошел на природу прогулялся, пробежался, там зарядку сделал, дает силы. В храм сходил, дает силы. Пошел, кому-то что-то сделал хорошее, дает силы. В клуб лагость сходил, всем как бы сделал что-то хорошее, со всеми пообщался. Дает силы. Работа, дом, телевизор не дает силы. Истощение приводит человека к поражению в жизни. Проходит 5-6-7 лет, и люди вообще жить друг с другом не могут. Да начинают накручивать себе. Да у нас несовместимость. Да жить с этим человеком невозможно. Да кончилась любовь там. И так далее. Чего только не придумывают. Но причина главная, истощение просто. У вас неправильный образ жизни. И психологи, там они приходят психологами, там эти психологи им там накручивают. Да вам надо вот установку поменять там, как с женой общаться. Да как тебе общаться с кем-то, у тебя нет сил общаться. Там за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ты, Вань, поглянь на акробатиков. А Ваня как бы, он говорит, какие акробатики. За день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Люди не переносят друг друга, потому что нет сил переносить. Они истощились просто. В этом главная причина. Вот вся психология. Надо просто менять образ жизни. Надо полюбить труд. Как человек любит труд? Понимаете, есть любовь к деньгам, а она истощает. Человек хочет зарплаты, допустим, он работает, когда мне зарплату дадут? Он теряет силы. А есть любовь к труду. Человек радуется, любовь к труду означает, хочет сделать что-то кому-то полезное. Понимаете, вот это главная мотивация, которая на работе человека заряжает. Ему нравится пользу приносить людям, обществу, стране. Понимаете, вот он ради этой пользы работает. И тогда что он с работы чувствует, что он заряжается работой, не истощается работой. Работа лечить его начинает. Потому что им или может быть ему нравится просто с этими людьми работать. Он улыбается им во время работы. Желает счастья. А если кому-то невозможно улыбаться, он туда не смотрит просто. Смотрит туда, где можно улыбаться. Вот и все. Ну то есть даже от жены можно брать силы, если ее принять. Со всеми недостатками. Вот принять, какая есть, допустим. Вот какая есть жена, принять, сразу все классно стало. Потому что только непринятие, протест дает истощение. Ну то есть приняла мужика своего, как бы он не деградант, а нормальный мужик. Просто я его задолбала. Надо признаться как бы себе в этом. И все, приняла мужика. И легче уже стало. Уже приходишь домой не ругаться, а отдыхать. Уже нормально. Можно жить. Но принятие само это трудный процесс. Нужно вложиться в это, понимаете. Ну никакого человека просто так не примешь, потому что все люди одинаковые. У всех есть прибабахи. Вот. Ну как бы чувство собственного достоинства означает, что ты принимаешь судьбу. Но принятие судьбы не означает, что ты всегда только стелишь как бы ласково. Принятие судьбы означает иногда победа. Ты должен преодолевать что-то. Потому что если ты унижение, тебя унижают, ты как бы с этим согласился, то тогда в этом случае ты будешь униженный. То есть тебя вдавили. Твое чувство собственного достоинства вдавливает вниз. И ты говоришь, да, я принимаю. Олег Геннадьевич сказал, все, принимай. Вот. И все, ты стал униженным. И тебя потом над тобой будут смеяться. Поэтому иногда чувство собственного достоинства бывает так. Это знание человеку показывает, что когда. Бывает так, что человек не должен принимать. Он должен набраться сил и держать себя в руках. Не давать возможность себя унизить. Не давать возможность сломаться. Ну то есть есть вещи, которые человек не должен принимать в своей жизни. Иначе он будет сломлен. Потому что есть один маленький секрет. Чувство собственного достоинства всегда должно принимать в жизни только то, что хочет Бог или совесть. И всегда должно отвергать то, что совесть отвергает. Ну то есть другими словами, мы свою судьбу должны принимать. Но мы не должны принимать то, чему надо противостоять жизни. Это тоже надо изучать. Потому что, допустим, твоя жена кричит на тебя, это надо принять. А если кто-то ломает честь жены, значит надо сражаться с этим человеком, даже если угрожает это твоей жизни. Или даже твоей свободе. Все равно нужно защищать того, кого ты должен защищать. Ну то есть другими словами, очень важно также эти вещи изучать. Но есть еще один момент, когда человек все равно потерпит поражение, даже если у него в принципе более-менее все нормально. Если на его чувство собственно достоинства посмотреть в это время глубже, то оно не посередине стоит, оно чуть-чуть выше. Но, понимаете, есть ситуации, в которой человек не способен настроиться на отдачу. Ну допустим, ты идешь, допустим, и реально вот человеку надо помочь. Бабушка какая-то ничего не просит, но она голодная. У тебя есть возможность, иди, что-то сделай для нее. В это время ты очистишь свое существование, ты подкорректируешь свое чувство собственно достоинства. Твоя гордость, она спустится вниз, гордость своей сытостью, гордость своей хорошей жизнью пройдет, и ты станешь трезвым человеком. Ты поймешь, что с тобой тоже в любой момент это может произойти, то есть у тебя появится чувствительность к твоей судьбе. Может быть опасность уже где-то рядом. Поэтому помогать страждущим людям, несчастным, важно всегда стараться. Если у тебя есть хоть малейшая на это возможность, потому что это время ты можешь подкорректировать свою гордость, убрать вот это чувство, что у тебя все классно. Другими словами, у чувства собственного достоинства еще есть два цвета. Есть свет бескорыстия, есть свет корысти. Когда человек находится в жизни, которая находится в корысти, его возможность принимать судьбу колоссально ограничена. Ну то есть, допустим, человек гребет под себя все время. Его возможность принимать судьбу колоссально ограничена, потому что он создает неправильную атмосферу вокруг себя. Даже в отношениях с женой, допустим. У тебя же есть какие-то потребности, допустим. И ты на себя гребешь, жене не нравится, она тебя меньше любит. Хоть это близкий человек, он должен, по идее, тебя понимать. Ну то есть, другими словами, когда ты себя предпочитаешь другим, это всегда разрушает твою удачу. Но почему человек так делает? Если разобраться глубоко, то он так делает, потому что он хочет жить. Вот, допустим, если мне сейчас краник перекрыть, допустим, мне не дать дышать. Я забуду про лекцию, буду пытаться дышать. Это естественно. Есть состояния, в которых человек забывает про всех, потому что это угрожает его жизни. Бывает, допустим, ему сильно больно, или, допустим, его выгнали с работы, ушел муж, ушла жена. Человек, естественно, попадает в такое состояние, в котором он стремится к самосохранению. И нет смысла осуждать такого человека, он нуждается в помощи просто, в заботе. Но сам человек всегда должен знать, что в таких состояниях удачи нет. Эти состояния опасные, они разрушают. Любое, даже вынужденное состояние, в которых ты забылся на себе, это состояние пагубное. Конечно, эти состояния возникают из-за того, что твоя жизнь попрана. Но опять же, почему? Вот если долго уже это длится, и ты не можешь забыть, что тебя бросили, надо в какой-то момент опомниться и понять, что причина такого состояния – это неправильная направленность жизни. Допустим, всегда, когда человек терпит поражение в отношениях с каким-то другим человеком, тоже связано с этим. Если ты веришь не в Бога, а в человека, то этот человек, он не чувствует себя счастливым, потому что ты из него тянешь свои веры, в него все соки. Понимаете? То есть верить надо в Бога, а не в человека. Но если ты… Это называется вера-любовь. Ты так полюбил человека, что ты только как бы с ним связываешь всю свою жизнь. Он этого не выдержит, он уйдет от тебя. Поднимите руку, кто вот кого так сильно полюбили, и это невыносимо стало, вы сбежали из этих отношений. Есть такие люди? Че, никого не любили, что ли, так сильно? Конечно. А бывает еще наоборот. Вот человек сильно полюбил, вы когда сильно полюбили, вас отвергли, поднимите руку. Такое тоже бывает. Это все закономерно, поэтому нельзя зависеть от кого-то. Чувство собственного достоинства должно направлено быть бескорыстно. Бескорыстно означает самодостаточно. Ну, то есть, другими словами, если ты хочешь победу над судьбой, то следи за своей зависимостью. Не надо быть зависимым, кроме как от Бога, природы. Вот если ты чувствуешь, что не хватает природы, будь зависим от природы. Беги на природу всегда, потому что Бог всегда даст тебе твое. Добрые люди – это тоже от Бога. Вот, допустим, у тебя есть друг какой-то, это от Бога он тебе дан. Через него всегда идет на тебя доброта. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Почему он так с тобой себя ведет? Потому что Бог тебе дал такого человека, чтобы ты наполнялся человеческой добротой через него. Поэтому надо, служа людям, искать друзей настоящих. Бывает дружба выходного дня. Люди съездили там, вместе побалдели. Это не дружба, это просто развлечение совместное. Никакой дружбы в этом нет. И когда человека бросают, люди звонят. Мы же с тобой вместе отдыхаем, мы с тобой ездим, мы родственники с тобой. Помоги. Какой стать? Дружба означает, что ты что-то... Ну, допустим, как дружба рождается? Вот, допустим, люди воевали вместе, кто-то кому-то жизнь спас. Вот, как бы, дружба. Или, допустим, вместе в город там пошли, там тоже спасали друг друга. Тоже дружба. Или вместе работают над собой, развиваются как личности, поддерживают друг друга, подбадривают. Это дружба. А просто вместе побалдели – это не дружба. Ну, то есть, другими словами, если есть дружба в жизни, то-то у тебя всегда есть человек, который тебе даст силы воспрять духом, опять встать на свой жизненный путь. Но если у тебя нет такого друга, жизнь становится намного тяжелее. Субтитры создавал DimaTorzok